Всем привет! В эфире Нехта и событие, место которым в новинках. На лайв-канале мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит вокруг. Но прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали этого раньше, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новинки. Также не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. Ну а мы начинаем. Сегодня в выпуске. Приехал хоронить отца, сел в тюрьму. Белорусы продолжают уезжать подальше от хунты. Март продолжит репрессии бизнеса. Кто может предлагать изменения в Конституции? Кремль опять заставляет мир понервничать. Власти Казахстана подбили дебет с кредитом. Наташка Массандра сменит работу. На белорусско-литовской границе задержали сына известного белорусского бизнесмена Эдуарда Войтиховича, который скончался пару дней назад. Илья приехал из Риги, чтобы проститься с отцом. Его три часа продержали на погранпереходе белорусские пограничники. Затем приехали гестаповцы из Губопика и увезли мужчину на Окрестино. С Войтиховичем уже записали покаяльное видео, где он рассказывает плохо выученный текст. Как сообщают знакомые Ильи, его уже задерживали через три дня после выборов по народной статье. Тогда он получил 15 суток. Очевидно, он находился в базе беспорядки, которую ведет МВД Беларуси. Сейчас же мужчине шьют дело за пропаганду антигосударственной деятельности. В начале недели в лапы режима угодил создатель ютуб-канала Олег Коновалов, который в 2020 году переехал в Украину и вел оттуда третий регион Беларусь. На празднике он решил съездить в Беларусь, где его и задержали. И возбудили уголовное дело за разжигание социальной розни. Беларусы массово бегут и от режима. В 2021 году за международной защитой в Польше обратились более 2000 наших соотечественников. Они составили самую многочисленную группу иностранцев. Уровень положительных решений для граждан Беларуси находится на отметке 95,3%. Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Лешко Богданов считает, что патриотичный бизнес кошмарить нельзя ни в коем случае. Такое заявление он выдал на Геббельс ТВ после предложения бороться с посредниками с силой. Этот компячок возглавил март недавно, в декабре прошлого года. В эфире стрима он появился в черной кофте с фразой усатого мерчедела «Раздевайся и работай». С этого посмеялся даже пропагандошка Тур, который в своей жизни повидал немало членов правительства. Ну, в любом случае, что касается работы, надо, чтобы не было никакой чрезвычайщины, раздеваться и работать. Над лукашевским мерчем смеются даже в России. И, как на днях тонко подметил Невзоров, в Минске, в магазине, где продаются подгузники и слюнявчики с выражениями Синепалова, появилась Худи именно с этой надписью «Раздевайся и работай». «Раздевайся и работай» – возникает вопрос, где работает Лукашенко? И чем он работает? Что за странное хобби? Более того, выяснилось, что это главный по жизни лозунг Синепалова, его жизненная кредо. И он сам на публике появился в Худи именно с этой надписью. Теперь стало понятно, почему шпицевод так долго ерзает на госсоветах, прежде чем найти удобную позу. Хунта слишком настойчиво предлагает белорусам включиться в обсуждение новой Конституции. По Геббельс ТВ даже говорят, что это будет самый народный документ страны. Сейчас идет масштабный всенародный диалог по внесению изменений в Конституцию. Белорусы активно включились в этот этап политической кампании. Все инициативы внимательно проанализируют. Таким образом, нынешний документ, говорят эксперты, станет самым народным в истории страны. Житель деревни Терюха Гомельского района Николай Витиков не выдержал и отправил свои предложения в районную газету «Маяк». Что конкретно было написано в письме, неизвестно. И теперь, как сообщает правозащитный центр «Весна», мужчина находится в ИВС. Против него могут возбудить уголовное дело за разжигание вражды. Россия перебрасывает ракетные комплексы «Искандер» с Дальнего Востока на Запад. Эти составы выехали со станции «Дивизионная» в Улан-Удэ и со станции «Биробиджан-2», неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады. Такая переброска не является чем-то новым. Весной 2021 года ракетные комплексы уже замечали в Воронежской области. Важно, что перебрасываются, скорее всего, не отдельные батальоны тактических группы, а значительные силы находящихся там армий. Минобороны России объяснила переброску частей соединений внезапной проверкой с выдвижением на полигоны. Однако до учений «Восток-2022», для подготовки к которым якобы идет переброска, еще 8 месяцев. В 2014 году Кремль ввел войска на территорию Украины и тоже объяснил это учениями. В хакерской атаке на Украину тем временем обвиняют белорусские спецслужбы. В сообщениях чекисты пытались выдать себя за поляков, тем самым намекая, что за хакерской атакой стоит Польша. Но вот незадача. Они спалились на том, что текст сообщения перевели в гугл-переводчики. И это вполне может быть правдой, ведь текст написан в стиле угроз от Хамас. Генпрокуратура Казахстана подвела предварительные итоги протестов. Важный дядя в погонах долго рассказывал о том, какие они молодцы и защищали страну от террористов. К этому приложили кучу сил, а менты и военные вообще не спали и не ели все время. А потом еще и ОДКБ помогало. На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. Казалось бы, должен быть хэппи-энд, но есть парочка нюансов. Счет жертвам идет на сотни. Тысячи людей пострадали. Сообщается, что за время протестов было убито 225 человек. Из них 19 копов и военных. Но эти цифры еще уточняются. Может с Витя Такаева нанять репетиторов по математике, чтобы научиться лучше считать? Зато как количество возбужденных уголовок подытожить, так это запросто. В любом случае, заверяем, что каждый факт тщательно расследуется, по результатам будет дана правовая оценка. Медики тоже решили поделиться информацией, да и с цифрами они справились намного лучше. За медицинской помощью обратились 2677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью 1815. За стационарным лечением обратилось всего 863. Выписано 598 пациентов. Продолжает лечение на сегодняшний день 265. В тяжелом состоянии в реанимации находится 67 больных. Проведено более 500 сложных хирургических операций. Верить ли все этой информации? Однозначно нет. О том, что это выдумки, понятно даже из той ереси, которую несет Соловьев, обвиняя нас в организации протестов в Казахстане. Именно с территории Польши действовал информационный спонсор террористов, некая структура под названием НЕХТА. Пропагандоны придумывали и будут придумывать несусветную ересь, рассказывая о несуществующих террористах, о влиянии Запада на то, что народ хочет свободы от застоявшихся режимов, о том, что средства массовой информации спонсируют протесты. И они этой чушью пытаются прикрыть происходящую действительность в стране. Впрочем, есть в России и адекватные блогеры. Максим Кац уверен, Казахстан испугал многих диктаторов. Традиционный совет дня диктаторам от Максима Кацца. Вы могли бы жить так, но выбирайте жить в страхе. В страхе каждого нового дня. Когда самый близкий соратник предаст. Когда вы просто пропадете. Команда «Нехта» ищет новые лица. Нам нужны журналист, который умеет писать о сложных вещах максимально понятным и простым языком. Сценарист-ведущий. Он должен уметь подмечать самое важное и интересное. А главное в этом деле не бояться камер. А еще мы ищем видеомонтажера с опытом работы. И если вы уверены, что справитесь, срочно заполняйте анкету в описании. Заявки от сотрудников «Белта» мы рассматриваем вне очереди. А для Наташки Массандры мы подготовили должность соведущей в палату номер 6. Это все новинки, о которых мы успели рассказать. Спасибо за внимание и активность в комментариях. Самые оперативные новости традиционно в наших телеграм-каналах. А в их описании вы найдете ссылку на анонимный телеграм-бот, куда можно безопасно прислать важную информацию. Адреса всех каналов нефты неизменны, в том числе и Инстаграм. Если вы хотите поддержать нас финансово, переходите по ссылкам под этим видео. До скорого! Живее Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова